Отвечаю, вот люди, которые занимаются, вот у меня парень один, он китаевед и сам тренирует какие-то дела. И он говорит, что ребята, не занимайтесь глубоко медитацией, иначе люди попадают в дурдом. Занимайтесь просто физкультурой. Потом попросим, китаевед расскажет. Да, да, правда, говорю, что это не наше, нам это не нужно. Значит, у меня был парень один, который жил на Тибете 5 лет. И вот он тоже рассказывал, значит, какие вещи там происходят, значит, как они живут там в монастырях, что они делают. Вот, ну, мужчина с мужчиной, это ладно, это их проблема. Вот, это я, чтобы меньшинство не обидеть. Так, да, не будем углубляться. Вот, и получается, что они рассказывают, что просвещенные монахи, как они уходят из жизни. Садится монах в шатер, вокруг стоят монахи и медитируют. Ну, тоже такие же, такого плана произвеченные. Медитируют до такого момента, когда раздается дикий вопль, страшный, нечеловеческий. Значит, уже медитация закончена, они заходят в шатер, и от человека остаются только ногти и волосы. А так, сила некая, раздирают человека на части, его распыляют. От него ничего не остается. Вы знали об этом? Вот чем занимаются наши люди, которые занимаются медитацией. То есть, они даже не знают эти вещи и не интересуются, потому что мы гонимся за какими-то, знаете, визуальными вещами. Модными. Да, модными. Крикнул кто-то там красиво, подпрыгнул там, еще чего-то. Вот. А что за этим? Что за этим? Что? И вы подумаете, путь. Белое кимоно. Берется человек, белое кимоно, как душа светлая. И белый пояс. Белый пояс, да? А потом пояс должен в конце стать черным. Пояс – это дорога. Какую дорогу ты выбираешь? По поясу. А высший уровень – это черный. Да. Черный. Но вопрос такой, что до четвертого дана – это технические даны. А высшие – это уже люди становятся одержимыми. Посвящают себя… Да. По службе. Правильно. Так вот, никто не задумался. Кимоно белое, как душа, берется человек светлый. И дорога у него светлая. И вот он потихонечку изменяет свой путь. И превращает ее, дорогу эту, в ад. Просто-напросто. Ну и, естественно, белое воинство, то есть, светлое, за счет исповеди, причастия, крови тела Христова, приобретают духа святого в себе. Значит, вот…